Привет! Много ли вы знаете фильмов простых, но важных, интересных, но серьезных при этом, поднимающих важную тему, но не занудствующих, а наглядно демонстрирующих какой-то важный общественный порог? Ведь очень важно уметь рассказывать впечатляющую историю так, чтобы не скатиться в банальность. Донести обычную мысль можно с помощью блокнота и ручки, но рассказав ее с помощью блокнота и ручки, вы не добьетесь того, чтобы ваша мысль дошла до самого сердца зрителя. А вот рассказав эту свою мысль с помощью красивой истории, когда зритель мысленно окажется на месте героя, когда испытает все, что испытал герой, пусть мысленно и пусть не каждый зритель кинотеатра, но все равно, это очень эффективный способ убеждения. Барби. Фильм Барби показывает нам простую, но эффектную зеркалочку. Вот, пожалуйста, мир, в котором правят только женщины, а вот настоящий мир, в котором правят балл мужчины. И то, и то плохо. Угнетенный гендер в любом мире чувствует себя некомфортно. И для того, чтобы люди не чувствовали себя плохо и дискомфортно, нужно научиться уважать друг друга, как бы банально это не звучало. Это не какая-то махровая крайняя форма феминизма, а простой призыв уважать женщин не угнетать их, не загонять их в цветную красивую клеточку, в которой, как нам кажется, нам, мужчинам, ей будет хорошо. А предложение ей самой решить, где ей хорошо. Если ей хорошо быть в золотой клеточке, пожалуйста, а может быть ей хочется быть солдатом, президентом, тягать шпалы, я не знаю. Это ее право. Право любого человека. И не должно общество в лице очень умных мужчин. Серьезно, оглянитесь вокруг и попробуйте отыскать умных мужчин. Не должно это общество решать за всех, кому и чем заниматься. Простая мысль, которая почему-то требует доказательств и вызывает самые яростные дискуссии. Пара слов о качестве режиссуры. Фильм, как известно, собрал больше миллиарда. Меня смутили некоторые моменты, какое-то непонимание режиссером эмоциональной сути некоторых эпизодов или непонимание мною задумок автора. Например, когда Барви падает и ей больно, Марго Робби так мощно это отыгрывает, что ее реально жалко, хотя эпизод очевидно комический. И это вносит некий дисбаланс в мое восприятие. Или эпизод погони, где все мужчины из офиса бегают довольно странно, хотя все остальные персонажи в этой части жизни, когда посмотрите поймете, о чем я, ведут себя естественно. Повторюсь, возможно это какие-то задумки, которые не понятны только мне. В целом фильм очень легко смотрится и не должен вызывать проблем с восприятием. Многие правды для меня это стало открытием. Критикует Марго Робби. Я, честно говоря, не понял ни одной претензии. Мне кажется, она просто идеальная женщина и великолепная актриса. Было приятно увидеть актеров сериала Половое воспитание. Я люблю этот сериал. Я увидел троих, возможно их было больше. Райан Гослинг тоже очень хорош. Он не вызвал меня какого-то восхищения. Но он на своем месте никаких проблем. Но Марго Робби выше всяких похвал. Идеал. Спасибо за внимание. Вы знаете, что делать. С кнопками лайка и подписки. Подписывайтесь на телегу. Просто так. Пока.